В нескольких развлекательных центрах Душанбе отметили Хэллоуин, и по словам некоторых участников мероприятия, в этом году оно прошло с большим размахом, чем в прошлом. Напомним, Хэллоуин – современный светский международный праздник, восходящий к языческим традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается он каждый год 31 октября. Традиционно празднуется в Западной Европе и Америке. С конца 20 века в ходе процесса глобализации мода на атрибутику Хэллоуина возникла также в большинстве стран Восточной Европы и в странах СНГ. Примечательно, что несколько лет назад таджикские власти рекомендовали молодежи воздержаться от празднования Хэллоуина, как чуждого таджикам праздника. Однако в последнее время режим Рахмона решил активно внедрять западную культуру, начал внедрять новые праздники, такие как праздник плова, праздник тыквы, праздник меда и т.д. Он традиционно поддерживает и пропагандирует празднования различных иностранных праздников, даже таких, как индийский праздник Красок Холи или европейский Хэллоуин. Наблюдатели отмечают, что после назначения мэром столицы сына президента Рустами Амамали, такая тенденция стала проявляться еще более ярко. Редакция Хабархо обратилась к Дому Лошу Кирхону из Душанбе с просьбой раскрыть взгляд ислама на данную тенденцию в Таджикистане. С точки зрения ислама, празднование такого рода праздников и вообще любых праздников, помимо Иди-Рамазон и Иди-Курбон, является запретным, и нет в этом разногласия между исламскими мазхабами, поскольку пророк Мухаммад, мир ему благословения, в одном из хадисов передал. Воистину, Аллах заменил ваши прежние два праздника на другие, которые лучше них — это День Аль-Адха, Житвоприношение, и День Аль-Фитр, Разговение, тем самым ограничив праздники для мусульман. Что касается того, какие именно цели преследуют режим, пропагандируя и широко отмечая различные неисламские праздники, и вместе с тем вводя ограничения для празднования Иди-Рамазон и Иди-Курбон, то для многих это становится все более ясным. Начиная с 90-х годов в Таджикистане стремительными темпами происходит исламское возрождение, особенно это ощущается в молодежной среде, и как бы режим не старался покосить данное возрождение различными методами, в основном, конечно, репрессивными, что мы наблюдаем и по сей день, это ему не удается. И в современных условиях, когда против своих правителей восстают целые народы, одними репрессиями режим у Рахмона не справится. Поэтому режим уже на протяжении последних двух-трех лет начал активную пропаганду секуляризма среди молодых жителей страны. Несмотря на то, что, к сожалению, часть молодежи поддается на эти приемы и на самом деле подвергается секуляризации, все же в основном в народе Таджикистана преобладают высокие исламские чувства, что, в свою очередь, является прививкой от разнообразных чуждых нашей религии явлений и гарантией продолжения исламского возрождения в сознании масс. Субтитры создавал DimaTorzok